Если мы посмотрим за текущий год, всего опубликовано 18 680 уведомлений. То есть более порядка 60% уведомлений поступило в текущем году. Тем самым мы можем говорить о том, что интерес к этой системе среди населения возрастает. Они видят результаты работы наших граждан, и поэтому число обращений граждан в систему увеличивается. По текущему году решено 65% уведомлений или 12040, запланированы по 24% уведомлений или 4980, только 7% уведомлений по этому году дан мотивированный отказ, и 4% уведомлений находятся в работе. Вот такая статистика, если мы берем в целом, еще раз повторяюсь, за период с начала действия системы и за текущий год. Нужно сказать, что число положительно решенных уведомлений возрастает, и вы это видите. Если брать в разрезе министерств, то тоже, в принципе, такая же работа неплохая, и мы видим по цифре жилищной инспекции 76%, в министерстве экономики 100% уведомлений, но и причем ни одного просроченного уведомления, то есть несвоевременно решенных практически нет. Вот здесь вторая строчка, это количество просроченных заявок, то есть те, которые несвоевременно рассмотрены и несвоевременно разрешены. Если брать в разрезе районов, где большое число обращений, вот Альметьевский район, 1626 всего уведомлений, 880 уведомлений было принято за текущий год, и более 62% уведомлений по Альметьевску, например, решено положительно. Или мы можем взять, конечно, Казань, где основная доля уведомлений, вот за этот период опубликовано в этом году, около 10 тысяч уведомлений поступило по городу Казань только за этот год, а всего 16 тысяч 800. И из них сегодня решено практически 6 тысяч 23 уведомлений из 10 тысяч, то есть более 60,5% уведомлений также решено положительно. Введена возможность контроля за исполнением нарушений сроков, это вопросы административного воздействия, дисциплинарного воздействия в отношении ответственных исполнителей. Кроме того, значит, по министерствам и ведомствам также, значит, индикаторы оценки работы в системе, и за текущие кварталы неоднократно наказывались у нас специалисты, исполнители Министерства труда, занятий, социальной защиты, Министерства транспортно-дорожного хозяйства, ответственные работники исполкома города Казани, например, лишались определенных, значит, премий по кварталам в связи с тем, что несвоевременно или некачественно выполнялись заявки в народном контроле. Продолжение следует...